14 моряков-подводников погибли в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Как сообщили в Минобороны, трагедия произошла в территориальных водах нашей страны. В военном ведомстве заявили, что очаг возгорания на борту удалось ликвидировать. Все подробности мы рассчитываем узнать прямо сейчас. Из Санкт-Петербурга, где располагается главный штаб ВМФ России, к нам присоединяется Николай Булкин. Николай, что удалось выяснить к этому часу? Да, мы понимаем, что произошла большая трагедия. Погибли 14 моряков-подводников в штабе военно-морского флота. Россия здесь, в Петербурге, собрали уже максимум информации о том, что же все-таки произошло вблизи Североморска на морском дне, недалеко от Муромска, где базируется наш северный флот. При работе под водой, даже, наверное, правильнее сказать, на дне, в глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России произошел пожар. Понятно, что это некое замкнутое пространство. И, конечно же, пожар – это очень серьезная угроза жизни моряков. И в итоге погибли 14 моряков. Но по информации военных, часть экипажа была спасена, пожар был ликвидирован. Те моряки-подводники, которые погибли, погибли в основном из-за отравления угарным газом. Тут надо понимать, что это глубоководный научно-исследовательский аппарат, который действует в интересах Министерства обороны, не несет, очевидно, вооружения и способен работать на очень больших глубинах, на глубинах несколько километров. И, по информации военных, пожар произошел во время проведения ботиметрических измерений. То есть измеряли глубины, изучали рельеф дна. Сейчас этот аппарат уже доставлен на базу. Мы, правда, пока не знаем, дошел он своим ходом или на буксире. Но следствие продолжается. И очень важно сейчас оказать помощь семьям погибших моряков. Коллеги. Да, Николай, спасибо. На прямой связи из Санкт-Петербурга был Николай Булкин. В результате пожара на исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских подводников. В эти минуты президент Путин в Кремле встречается с министром обороны Сергеем Шойгу.